По поводу нравственности и заведений, это разные немножко вещи. Я так думаю, что нравственность это очень широкий вопрос, которым нужно заниматься, наверное, еще в школе. А заведения, которые стоят не только в столице, но и во многих других городах нашей страны, они очень отличаются. Отличаются, опять же, существует человеческий фактор. Если один хозяин заведения соблюдает какие-то нормы, то этот клуб существует и достаточно легально. Каждый находит там то, что ищет. Другой может не соблюдать законы и делать все по своему усмотрению. И запреты, законы, я думаю, что ничего не изменят. Потому что если будут запрещать, значит будут какие-то запрещенные притоны. Количество их не изменится. Их нужно просто облагать какими-то бешеными налогами, чтобы они просто задыхались от налогов. И тогда, я думаю, что люди будут сами уходить из этого бизнеса. Если ты делаешь спортивную школу для детей, то тебе пониженные налоги. Если ты делаешь музыкальную школу для детей, то тебе пониженные налоги. А если ты делаешь публичный дом, то будь добр, заплати по максималу. И сделать такой максимал, чтобы человеку было невыгодно содержать. И все. Самое главное, чтобы государство за этим, за всем приглядывало. Но начинать все же, я думаю, что начинать нужно все-таки с детского сада, со школы. И тогда мы будем приходить к какой-то нравственности. А публичные дома, они всегда есть, были и будут. Запрещенные или легализованные. Это уже другой вопрос. Я могу привести в пример просто существование казино, которые в свое время давали очень много рабочих мест. Которые, я даже не побоюсь этого слова, они были каким-то движением в роли музыки, шоу-бизнеса, если хотите. Потому что многие артисты выступали в казино, писали музыку, делали программы для того, чтобы показать эту программу в казино. Сейчас казино закрылись, официальные. А нелегальных казино достаточно много. Они функционируют. И, как ни странно, полиция проходит мимо этих казино. Они сменили просто вывески и стали теперь какими-то там, я не знаю, там домставок или что-то еще. Но проблему не искоренили. Просто лишились официальных налогов. Появились неофициальные. Мы все знаем, кто их получает, эти неофициальные налоги. Рабочие места потеряны. Если наблюдать это за артистами, то я вижу далеко не радостную картинку. Если раньше музыканты действительно могли записывать качественный материал, снимать качественные клипы в надежде на то, что потом будет им предоставлено достаточно много концертных площадок, то сейчас все ушли в малобюджетку. И снимают все очень аккуратно и не тратясь. Я не считаю, что это хорошо. А то, что люди приходили и проигрывали свои деньги, но так же человек может деньги выбрасывать из окна. Мы же не будем придумывать закон, который будет запрещать выбрасывать деньги из окна. А у людей это может стать фетишем. Смотрите, как красиво летит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!